Всем привет! Сегодня мы с вами говорим о малой бытовой технике и о фритировании. Вред фритирования и преимущество, потрясающее преимущество, аэрофритюрницы. На самом деле и то и другое абсолютная ложь, и мы пытаемся с вами сегодня разобраться, почему так произошло и почему эта ложь стала вообще возможной. Последние несколько лет постоянно пытаются продавать на рынке аэрофритюрницы и компании, которые выпускают подобные приборы, я имею в виду аэрофритюрницы, а их становится все больше и больше и больше. Тем не менее, популярность фритирования, именно традиционного фритирования, стала заметно снижаться последние десятилетия. Причина этому, безусловно, в том, что медики заявляют о том, что фритированная пища, она вредна. Итак, история величайшего обмана сегодня в нашем видео про аэрофритюрницы и настоящее полноценное фритирование. Давайте начнем с того, что технология фритирования, как и технология приготовления фактически любой полезной пищи на этой планете, пришла к нам из Азии. Несмотря на то, что French fries сделана в Бельгии, на самом деле источники этого всего находятся в Китае. Китай, Юго-Восточная Азия, где на протяжении тысячелетий практиковалось приготовление воке. Вок — это небольшое количество масла, чаще всего кокосового, разогретого до температуры 220-250 градусов, и куда кидается в очень небольших количествах еда. Еда обжаривается буквально несколько секунд, несколько минут в зависимости от ее количества и попадает к нам в тарелку. Суть этого процесса, суть вока заключается в том, что за счет высокой температуры поры продукта закрываются моментально. Никакой жир внутрь не попадает. Сохраняются питательные вещества, микроэлементы, все, что содержалось там, но они становятся абсолютно безопасными для желудка человека. И после обработки в воке можно есть практически все, что угодно, без ограничений. Европейский рынок, он отличается от азиатского. И, само собой, когда эта система приготовления приходит на европейский рынок, европейцы решают что-нибудь, да, вот, сэкономить на чем-то. Прежде всего, сэкономить, конечно, на температуре. В данном случае готовить при более низкой температуре. Чтобы готовить при более низкой температуре, нужно большее количество масла, поэтому традиционный бельгийский способ приготовления, который разошелся по всему миру благодаря американскому фастфуду, тот же самый френч фрайс, известен фактически в любой части нашей планеты. Суть этого процесса заключается в том, что масло разогревается на температуру примерно 170-175 градусов, и, по сути, в кипящее, хотя, на самом деле, это неправда не в кипящее масло, безусловно, масло кипит при более высоких температурах, вот в это разгоряченное масло попадает продукт. Неважно, что вы кидаете, это рыба, это креветки, это картошка, это котлета, это овощи, это фрукт, вы можете фритировать бананы, все что угодно. Тем не менее, самое распространенное мнение о том, что пища, приготовленная во фритюре, она вредна, на самом деле является абсолютно некорректным. Вредна пища, которая разогревается в масле, которая жарится в масле, которая жарится в сковородке. Фритирование гораздо менее вредно, чем, например, продукт, который был сварен в кастрюле, потому что при варке в кастрюле у вас из продукта выводят абсолютно все вещества, они превращаются в бульон. Во фритюре все немножко иначе. Когда ваш продукт попадает в горячее масло, в течение буквально доли секунды пор продукта закрывается, и дальше продукт запекается. Поэтому, когда вы берете настоящую полноценную картофель фри, курицу фри и так далее, вы разламываете кусочек, а внутри у вас абсолютно свежий продукт. Внутрь не попало ни одного грамма масла. Если не хотите есть жареное, снимите корочку, ешьте то, что внутри. У вас получается реальная запеченная картошка, максимально полезная, сохранившая все питательные вещества, все свои реальные ароматы, которые изначально были ей приданы. Поэтому с этой точки зрения фритирование абсолютно безопасно. Вред от фритирования возникает тогда, когда масло кипятится несколько раз. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы масло охлаждалось, то есть фритюрница выключалась, а потом включалась на следующий день. Именно исходя из этого берутся абсолютно все мифы о вреде фритирования. Не покупайте картошку фри, например, в этом кафе, потому что они масло используют много раз. Действительно так. Никто не знает и никто не проверяет действительности, как это было в кафе. Возможно, они на ночь выключили фритюрницу, и на следующий день они ее снова включили, разогрели масло. Ведь вы-то это не проверите. В данном случае не сможете зайти внутрь и узнать, действительно ли это так. И само собой продукт, приготовленный в таком фритюре, просто опасен для жизни. Если брать те же самые фастфуды-рестораны, то у них есть определенная технология, которая требует, чтобы масло работало в течение определенной смены, потом это масло сливалось, заливалось новое масло и так далее. Никогда у вас вот эта емкость фритирования не выключается. Тем не менее, если вы дома возьмете обычную фритюрницу, например, сделанную на базе любой мультиварки, любая мультиварка имеет функцию фритирования, фактически никого это не удивляет. Так вот, когда вы берете подобный прибор, то вы сталкиваетесь с тем, что даже фритируя в нем картошку, на третий-четвертый цикл картошка уже начинает подгорать и имеет несколько неправильный вкус. Вот в этом отличие настоящей фритюрницы, профессиональной или промышленной, от домашнего ширпотреба. Промышленная фритюрница всегда имеет холодную зону. Сейчас попытаюсь вам показать. Представьте себе, что вот это банка-фритюрница. Внутри нее налито горячее масло и на уровне чуть выше дна находится нагревательный элемент. У настоящей промышленной фритюрницы внизу есть емкость с холодной зоной. И все мельчайшие частицы продукта, которые падают с нее, это всегда происходит. Что бы вы ни готовили, даже если вы готовите обычную картошку, я уж не говорю о том, что если вы готовите какой-то продукт, который имеет в своем составе панировку, предположим, да, там креветки в панировке, эти мельчайшие частицы оказываются не на тене, как у вас дома в вашей мультиварке, а оказываются в холодной зоне, то есть в данном случае в той зоне, которая не нагревается, где масло имеет температуру, ну, чуть выше комнатной. У вас в фритюрнице вверху температура 160, а здесь температура около 30-40 градусов, за счет того, что масло очень плотное и тепло по законам физики вниз не идет. Поэтому масло можно использовать бесконечное количество раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 часов, то есть пока смена не заканчивается, и вы не выключаете фритюрницу, фритировать можно бесконечно. Поэтому в домашних условиях, безусловно, когда вам нужно сфритировать одну партию, например, там картошки на ужин семье из трех человек, это очень затратно. Заливать 3-4 литра масла туда, и потом их просто-напросто выкидывать в помойку. Ведь то же самое количество масла в кафе могут использовать для приготовления там 100-150 порций картошки. Поэтому в домашних условиях многие предпочитают отказаться от фритюрницы, ну, из-за того, что масло дорогое, и объясняя себе это даже не тем, что я бедный, мне нет денег на масло, а тем, что это вредно. На самом деле фритирование, еще раз повторюсь, гораздо более полезный способ приготовления, чем приготовление, например, в кастрюле, я уж не говорю про сковородку. Фритирование можно сравнить только с другим способом приготовления, также пришедшим из Азии, это варка на пару. То есть по сути своей фритирование очень быстрый процесс, варка на пару, очень медленный процесс. Результат – максимально полезная пища с сохранением максимального количества изначальных исходных элементов, которые в ней содержались. Для того, чтобы заставить покупателей взглянуть по-новому, ну, то есть заплатить больше денег, потратить больше денег, европейские, американские маркетологи вкупе с азиатскими промышленниками придумывают аэрофритюрницу. Аэрофритюрница – это обычный аэрогриль. Аэрогриль был моден, их продали миллионы штук по всей стране, то есть по сути это некий такой там МММ, да, покупали их, продавали кому угодно, просто купи аэрофритюрницу, люди их покупали, готовили, кому-то даже нравилось готовить. Хотя на самом деле тот же самый аэрогриль, он ничуть не лучше, чем обычная конвекция в духовке. Ну, окей, да, забудем об этом, говорим об аэрогриле. Так вот, аэрогриль – это и есть та самая аэрофритюрница, то есть фритюрница, которая готовит без масла. Масла туда добавлять абсолютно не нужно. У вас есть решетка, у вас есть камера, у вас есть стэн, у вас есть вентилятор. Вентилятор прогоняет воздух сквозь решетку, на которой лежат ваши продукты, создает корочку, то есть то же самое, что можно сготовить в духовке. Если у вас есть духовка, то покупка аэрофритюрницы абсолютно бесполезная, задача их бессмысленная. Просто порадовать себя и семью что-то подарить, что-то принести. Ну, ладно, бесплатно подарили, я не знаю, там, на свадьбу, на именины, но для себя специально покупать аэрофритюрницу при наличии дома духовки с конвекцией, если у вас есть вентилятор, нет абсолютно никакого резона. Это просто выкинутые деньги и очередной, там, пакет с мусором, который у вас будет стоять, и который в дальнейшем будет храниться на антресолях, а потом пойдет в помойку. Тем не менее, сказать, что это прям вредный способ приготовления, я не могу, но сравнить его с настоящим фритированием абсолютно невозможно. Дело в том, что при приготовлении в аэрогриле время приготовления заметно выше. Чем выше время приготовления, тем меньше алиментов без изменения доживают до конца. Поэтому, какая бы ни была чудесная конвекция, главное преимущество конвекции это экономичность. Это не вкус блюда, это создание корочки, это запекание, но в данном случае это именно экономичность, а не забота о здоровье. В некоторых аэрофритюрницах людям предлагается добавить немножко масла. Ну, собственно, как, например, в чудесной сказке про кашу из топора. Скажите, пожалуйста, без топора получилось бы каша? Ну, те, кто читал в детстве сказки, знают, что получилось бы. Вот здесь та же самая история. То есть без масла получится то же самое, но если вы наважите еще и маслом это все, то вы получите еще более вредную пищу по сравнению с тем, что если бы вы это масло туда не положили. Потому что масло на поверхности, оно никуда не исчезнет. Оно останется там и создаст либо светло-золотистую, либо там темно-коричневую корочку на поверхности. Плюсом от этого никакого не будет абсолютно. То есть моментального запекания, моментального обжигания при высокой температуре, как во фритюре, там не происходит. Это все равно, что сравнивать купание в кипятке и сидение в бане. То есть вы заходите в баню, сидите, все нормально. Если вы залезете в кипяток с температурой воды такой же, как воздух в бане, само собой вряд ли вы оттуда когда-то вылезете. Вот то же самое касается и рыбы, и картошки, и морковки, и любых овощей, которые вы можете фритировать. Поэтому если вы хотите вкусную пищу, если вы хотите здоровую пищу, на это придется потратиться. То есть в данном случае купить масло, купить нормальную фритюрницу с холодной зоной. Они сейчас продаются, в отличие от того, что было еще несколько лет назад, когда это невозможно было купить. Нынешний рынок, как минимум серый, позволяет приобрести практически любые приборы, заказать их из-за границы, реально сделанные для холодного приготовления. То есть фритюрницы с холодной зоной, позволяющей готовить очень много, безопасно, и как минимум вкусно и полезно. Поэтому мифы о том, что фритирование вредно, это абсолютная ерунда. Мифы о том, что аэрофритюрница полезна, и она заменяет обычную фритюрницу, опять же, не соответствует действительности. Поэтому аэрофритюрница это обычный аэрогриль, и покупка этого прибора это просто выкачка денег. Если вы хотите купить аэрофритюрницу, откройте дверцу своей духовки, положите туда ваше блюдо, в корзиночку, в сеточку, в противень, и получите тот же самый результат за то же самое время, не покупая дополнительных приборов. Если вам требуется консультация по подбору водовой техники, пожалуйста, обращайтесь. В описании этого видео есть ссылка на мой сайт, где можно заполнить анкету и получить всю исчерпывающую информацию о приборах, которые нужны именно вам. Всем огромное спасибо, до будущих встреч, до свидания. До свидания. Пока.